В темном и мрачном Готэме, где тени преступности скрываются за каждым углом, один человек готовит свой последний и самый дерзкий удар. Джокер, король хаоса, готовит свой побег, а Бэтмен, защитник города, готовится к последней битве с Суперменом. Между ними разгорается смертельная игра, где ставкой является судьба города. Но это не только их битва. В тени правительства США и СССР разгорается также холодная война, и Готэм становится ареной для их борьбы за власть. Кто выйдет победителем из-за этой кровавой игры? Сейчас я об этом расскажу. Приятного просмотра. Вначале Джокер, притворяясь раскачившимся за свои прошлые деяния, убеждает Волпера взять его на ток-шоу, чтобы рассказать свою историю. Он планирует свой побег с помощью старого сообщника, который снабжает его губной помадой, контролирующей разум. Между тем, Супермен, работающий в правительстве в обмен на разрешение тайно помогать людям, получает приказ от президента положить конец деятельности Бэтмена. Фон для всех этих событий – растущая враждебность между США и СССР, завладение островом Корта-Мальтезе. Поскольку продолжающееся преступствие Бэтмена унижает национальные власти, Йенделл становится комиссаром и отдает приказ об аресте Бэтмена. А Супермен предупреждает Бэтмена, что правительство не будет терпеть его слишком долго. Вскоре Джокер появляется на ток-шоу Дэвида Эндохрина, в то время как Бэтмен сражается с полицией на крыше студии. Во время боя Джокер убивает Волпера, газирует всех студий до смерти и сбегает. Позже он находит Селину Кайл и использует одного из ее эскортных и свою губную помаду, чтобы взять под контроль конгрессмена, который требует ядерного удара по СССР, прежде чем умереть. Расследование Бэтмена ведет его к Селине, которую он находит связанной и одетой как чудо-женщина. Келли замечает одежду Кэнди на полу, и Бэтмен заключает, что Джокер находится на ярмарке. Уже там Келли случайно убивает сообщника Джокера, а Бэтмен преследует Джокера, который беспорядочно расстреливает десятки людей. Когда Бэтмен окружает раненого и частично ослепшего Джокера, он признается, что чувствует ответственность за каждое убийство, совершенное Джокером, и намеревается остановить его раз и навсегда. Уже в последующей драке Джокер несколько раз ранит Бэтмена, и Бэтмен ломает Джокеру шею на глазах у всех свидетелей. После этого, удовлетворенный тем, что он заставил Бэтмена потерять контроль, и что он будет обвинен в убийстве, Джокер завершает свою задачу, кончая самим собой. Наконец, полиция прибывает, и Бэтмен, истекающий кровью, сражается до Келли и сбегает. После того, как Супермен отбивает советскую ядерную ракету, он получает ранение и сильно страдает. Взрыв создает электромагнитный импульс, который стирает все электронное оборудование в США и приводит к ядерной зиме. Когда город погружается в хаос, Бэтмен, Келли и Гордон мобилизируют сыновей Бэтмена и граждан всего Готэма, чтобы восстановить порядок, и Йендел признает, что Бэтмен стал слишком мощным, чтобы его остановить. Пока остальная часть беспомощной Америки захлестывается преступностью, Готэм становится самым безопасным городом в Америке, унижая администрацию президента и побуждая его отправить Супермена, чтобы раз и навсегда остановить Бэтмена. Вскоре после этого Бэтмен и Супермен соглашаются встретиться в криминальном переулке. Бэтмен надев свой мощный экзоскелет и поддерживаемый Келли, и также бывшим супергероем Оливером Куином. Бэтмен сражается с Суперменом, используя различные тактики, чтобы сделать бой максимально равным. Когда Супермен берет верх, Куин стреляет в него стрелой, содержащий пыль криптонита, которая проникает в его лицо. Супермен вдыхает эту пыль, и она распространяется по всему его организму. Его силы начинают исчезать, и Бэтмен побеждает Супермена, заявляя, что он намеренно сделал криптонит слабым, чтобы победить Супермена без его убийства. Затем Бэтмен якобы умирает от сердечного приступа, а Оин Мэйнер самоуничтожается, и Альфред умирает от инсульта. В результате чего весь мир считает, что Брюс был Бэтменом. Все его секреты уничтожаются вместе с поместьем, а его финансы просто исчезают. Уже в финале, когда Супермен покидает похороны Уэйда, он делает Келли понимающий взгляд, после того, как услышал едва слышное бейни сердца из гроба Брюса. В этот момент в подземных пещерах Брюс открывается, что он исценирал свою смерть и готовит себя к продолжению своей миссии более скрытно в союзе с Келли, Куином и его последователями. В конце концов, Бэтмен одерживает победу с Суперменом, но цена была слишком высокой. Готэм лежит в руинах, а городской герой исчезает от теней. Но это не конец. Бэтмен жив, и он готовится к новой миссии, более сложной и более опасной, чем когда-либо прежде. В пещерах он собирает своих союзников, готовясь к новой битве за Готэм. И когда он снова выйдет, город будет готов к его возвращению. Бэтмен жив, и Готэм тоже будет жить. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши комментарий к этому видео. До встречи в мире кино. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok